Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре очень интересный двигатель. Это, наверное, самый экономичный двигатель из тех, что сейчас есть у нас, можно так сказать, на рынке. Фирма Т-мотор. Выглядит этот чудо-девайс очень круто. Вот такой плоский мотор. Издает интересные звуки. Основная фишка у него заключается в том, что он сверх экономичный. Двигатель на 100 ваттах энергии должен выдавать 2 килограмма тяги. Как в это верить, я не знаю, но вот получается, что так. Надо поверить и проверить. В этом видеоролике мы будем проверять. Не знаю, будем ли мы его разбирать. В принципе здесь несложно. Посмотрим на обмотки, какого они качества. Я уже его залапал. Он был очень-очень красивый. Основная фишка его в том, что он должен использоваться с большими винтами. Видите, он большого диаметра. Здесь очень-очень-очень много магнитов, много обмоток. Все это близко расположено для большей эффективности. И для еще большей эффективности здесь низкий КВ. 100 оборотов на вольт всего лишь. Получается на 25 вольтах у него будет 2500 оборотов. Но скорее всего 2000 будет. Потому что там не совсем линейная зависимость. И чтобы на 2000 была большая тяга, надо использовать большой винт. Хотя бы 30 дюймовый, а может быть и больше. Но мы поэкспериментируем. Посмотрим, как будет лучше. У меня есть на 30 дюймов винт. Он уже побывал в боях. Можно заметить, весь покоцанный, но пока еще живой. Это я стартовал свой огромный коптер. Но не очень успешно. А также есть 35 дюймовый винт. Будем пробовать, друзья, сейчас. Для начала давайте разберем. Посмотрим, что там у него внутри. Вообще производитель рисует такие картинки, что этот мотор заменяет два мотора такой же самой мощности. Но по тяге будет одинаково. То есть если мы берем два 100 ватт мотора, замеряем на них тягу, а потом берем один вот этот, тоже даем 100 ватт. Тяга должна быть одинаковая. Вот как-то так. Но я вам уже объяснил. Тут низкое КВ и движок получается как будто бы с редуктором. Он может большие винты крутить. И в итоге мы получаем приличную тягу. Если сделать КВ, например, 25, то при таком же размере, при меньшей мощности, я думаю, тягу еще больше можно получить. Тут проблем никаких нет. Но обмотки должны быть здесь вроде бы как даже посеребренные. Сейчас мы это и проверим. Жестко посажено на фиксатор резьбы. Но у меня хорошие шестигранники удалось открутить. Всё. Тысячу часов гарантии на него. Кстати, он очень дорогой. И брался под определенный проект. Это не просто так двигатель. Друзья, это у нас с Дмитрием из Подмосковья. Созрел один очень интересный проект. Не дешевый, но и вам и нам должно быть интересно. Туда именно и покупался этот двигатель. Там всё самое-самое должно быть. Оп, вытащил. Смотрите, какая роскошь. Кстати, обмотки не посеребренные. Хотя я думал, что они посеребренные. Но они какие-то желтые. То есть здесь же под лаком лак какой-то бледненький. Обратите внимание, какие подшипники. На подшипниках япон написано. Обмотки очень качественно намотаны. Виток к витку. Нигде нет никаких перехлёстов. Вот эта штука вообще такая легкая. Хотя куча магнитов. Магниты не закругленные. Но тут на таком диаметре оно по сути-то и не нужно. Оно и так всё в итоге круглое получается. Внутри выбрано. Здесь балансировка. Всё это делалось на ЧПУ. Обратите внимание, какой получается здесь вал толстый. Эта штука тяжёлая. Эта лёгкая. Движок 250 грамм весит. Ладно. Собираем и будем пробовать запускать пока на холостую. Ссылку, кстати, оставлю в описании. Не думаю, что кто-то особо будет покупать такие моторы. Сверх экономичные. Особенно квадрик. Не думаю, что кто-то будет делать. Но так чисто заглянуть, полюбопытствовать. Может будет интересно, какие есть двигатели. Там же можете посмотреть и на технические характеристики. Там полностью всё расписано. С каким винтом, с какой батареей, на каком напряжении. Там, кстати, от просадки батареи очень сильно зависит эффективность. Рассчитано точно под определенное напряжение, под определенный винт и под определенные обороты. Под всё определенное. Движок хоть и китайский, но сделан, конечно, просто с ультра каким-то качеством. На грани фантастики, ребята. И это без шуток. Давайте попробуем стартануть его. Хотя бы для начала на холостых. Послушаем, как работает. Обычно эти двигатели просто поют в работе. Всё пропищало. Давайте пробовать. Ой, какая роскошь! На этом столе ещё не лежало двигателя, который бы имел столь малые вибрации. Вибраций полностью отсутствует. Абсолютно. Так, где монетка? Сейчас буду показывать. Монетка спокойно лежит. Осталось проверить все показатели. Больше всего мне интересно, какая будет экономичность. Просто проект, друзья, под этот двигатель задуман нереально безумный. Я вам даже сейчас кое-что издалека покажу, что уже есть для него. Потому что делаться будет он не особо скоро. Может быть в следующем году. Ибо сезон заканчивается. Но вот уже есть кое-какие пенопластовые детали. Масштаб можете оценить. Вот мой первый реактивный самолет на самодельном реактивном двигателе, который был. Ну а вон лежат пенопластовые детали для этого проекта. Сделано на ЧПУ все это дело. Но придется еще приложить руки. Ну что ж, понеслась. Сделаем достоверные замеры. Весы прикреплены к центру конструкции. Весы не имеют фиксации наконец-таки. Для начала посмотрим, сколько ватт потребляет на одном килограмме тяги. Ну а потом тоже самое на двух килограммах тяги. Должно очень мало потреблять. Потом поменяем винтик на большой и еще раз все измерим. Стартуем! На килограммах тяги кушает... А я забыл сколько... 70 ватт. Смотрим сколько на двух. Музыка 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 На двух кушает 180 ватт и ток 7,8 ампера всего-навсего. Два килограмма тяги дает. Ну как бы нормально вроде бы, но я ожидал большего опять же. Давайте поставим винтик побольше и попробуем. Может больше будет? Подзарядил немножко батарею. Кстати, использую. Смотрите, какую маленькую. Видите, она меньше двигателя. Потому что кушать должно немного. Тем не менее, для чистоты эксперимента зарядил до полного. Также немножко стенд модернизировал. А то рук не хватает для съемок. Итак, друзья, обнуляю наши весы и понеслась. Для начала на килограмм, как обычно, проверим. На килограмме 50 ватт всего лишь кушает. Давайте на двух. На двух 120 ватт. Это похоже уже на правду. Вот до двух ровно догнал. 121, даже вот 117 бывает. Вот эта эффективность 5 ампер и 2 килограмма тяги. Давайте навсю дадим, что будет. Получилось 360 ватт и 4,5 килограмма тяги, если давать на всю. Но это уже что-то на самом деле. Эффективность просто бешеная. Чтобы вам было легче представлять, друзья, насколько здесь большая эффективность, сейчас покажу несколько примеров. На 100 ватт этот мотор отдает 1,7 килограмма тяги. Получается 17 грамм на 1 ватт. Движки, которые стоят на моем большом дроне, имеют эффективный диапазон. Это правда грузовой, по идее коптер должен быть. Здесь большая тяга. Здесь собственно эффективность около 8 грамм на ватт. То есть уже чувствуете 17 грамм на ватт или 8 грамм на ватт. Если мы возьмем гоночный квадрокоптер, то здесь вообще эффективность 3-4 грамма на ватт в лучшем случае. Представьте, насколько маленькая. Ну а где еще меньше эффективность? Да конечно же, вот здесь. Импеллеры имеют самую низкую эффективность от 1 до 1,5 грамм на ватт. То есть можно сказать в 17 раз меньшую, чем у того двигателя, который мы сегодня тестировали. Связано это с тем, что эта техника работает на огромных оборотах. Имеет маленькие лопасти. Поглощает очень много энергии при этом. Чем лопасти больше, обороты меньше, тем большую тягу можно извлекать. Плюс всякие разные фишки, связанные с конструкцией двигателя. Но зато на импеллере можно получить высокую скорость. Ну а это тихоходная тема. Здесь большой скорости ждать не приходится. Вообще вот эти винты квадрокоптерные, предназначены в основном для висения. Но если поставить на самолет, какую-никакую скорость можно все-таки на них развить? 50-70 километров в час вот около того, что все-таки окружная скорость вращения довольно-таки высокая получается. Вот такие дела, вот такой обзор, ребята. У меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!